посмотрите какая красота соусом просто такой замечательный завтрак перекус для этого блюда нам понадобится всего два ингредиента нет конечно нам понадобится мясной фарш яйца немного молока и специи начинаем готовить итак будем готовить блюдо на атаку для этого мясной фарш у меня говядина вы можете использовать индейку курицу здесь 200 грамм 1 небольшая луковица лук это на ваше усмотрение можете 2 взять 3 ну вот оптимально вот так 3 яйца примерно 3 ложки молока и дальше уже специи и приправы как вы хотите у меня здесь зелень и будет петрушка можете добавить кинзу сельдерей ну в общем фантазия не ограничена и специи тоже самое у меня соль острый перец красный и сладкий перец еще добавлю черный перец все фарш я перекрутила лук натрем на самой мелкой терке я бы его тоже перекрутила но я не хочу чтобы лук в этом блюде был кусочками поэтому я его потру вот на этой терке лук я потерла здесь отжимать лук не надо если будет какой-то сок это даже приветствуется так добавляем лук фарш теперь мы фарш приправляем зелень все специи зелень меленько как обычно как только вы умеете зелень отправляем к фаршу и начинаем приправлять сюда я добавлю сладкий перец красный соль соль по вкусу ну вот знаете ну что ты по вкусу но это как рука уже вот ну добавьте пол чайной ложки перемешайте поймете хватит вам или нет острый перец я обязательно добавлю и черный перец молотый все теперь этот фарш нужно перемешать можете перемешать ложкой можете перемешать перчатки я перемешаю рукой тщательно чтобы все все соединилось и соль и перец и лук все распределилась равномерно и так продолжаем включаем духовку 180 градусов пусть нагревается здесь у меня три яйца щепотка соли примерно две столовые ложки молока можете 3 но общем это не принципиально все это хорошо взбалтываете в этот момент нагревается сковорода мы сейчас будем выпекать яичные блинчики на сковороду чайную ложку растительного масла размазываем и выливаем первую порцию и обжариваем с двух сторон огонь такой ниже среднего чтобы они не подгорели как только схватится верхний слой переворачиваем переворачивайте аккуратно блинчики хрупкие первый блин комом оторвало кое-что это не надо быть на одни будем выкладывать первый у нас блин не комом а его разорвало так выливаем вторую порцию этот рецепт чем хорош вот вы начинаете делать блинчики и понимаете что у вас там но не хватило еще одно яйцо разбили еще одну ложку молока и дальше выпекаете не никаких сложностей теперь нужно блин перевернуть аккуратно это делаем вот так никаких сложностей все очень просто нет вы можете перевернуть на тарелку и обратно на сковородку если у вас нет таких навыков как у меня ждем когда он прихватится вот такой чуть-чуть видите вот смотрите сюда вот такой станет и снимаем со сковороды так дальше опять чуть-чуть капля растительного масла кисточкой растираем и следующая порция так все блинчики выпекаем вот примерно вот трех яиц у меня получается вот три таких больших длина я это готовлю на двоих поэтому нам вполне достаточно вот того фарша его конечно много на такую большую компанию я сделаю три штучки и готово теперь мы берем блин берем фарш и тонким слоем распределяем на весь блинчик распределили вот так и закручиваем рулет все у меня здесь подготовленная форма можете пергаментом застелить если у вас силикон тефлон вот так и так все три блина я сделаю и так смотрите фарш у меня остался я могу сказать что вот 200 грамм фарша это на 6 вот таких блинчиков вы можете смазать форму растительным маслом я ничем смазывать не буду ставлю в духовку разогретую до 180 градусов на 30 минут и так прошло 30 минут вот такие получились рулетики сейчас я выложу разрежу и покажу и к этому блюду я наверное сделаю это греческий натуральный йогурт и моя горчица без добавления сахара перемешать можете попробовать если хотите можете добавить черный красный перец соль и чеснок все что хотите так пробуем посмотрите какая красота соусом просто такой замечательный завтрак перекус вы можете для своих близких кто не на дюкане добавить сыр добавить какие-то овощи фантазия тут безгранично сделайте обязательно это очень очень вкусно всем приятного аппетита худейте с удовольствием пока все